Здравствуйте дорогие телезрители! В преддверии 8 марта мы пригласили в нашу передачу специального гостя, который радует женщин не только по праздникам, но и почти каждый день в клубе Club Cave. Знакомьтесь с Виктор Шалаев. Расскажи пожалуйста, что у вас за шоу? Ну, минимальный introduction будет. У нас сейчас шоу called Magic Mail Review. Сейчас это самое большое, самое популярное шоу в Канаде. И я как русский представитель очень горд быть частью этого шоу. Технически говоря, классное шоу, сегодня ты все увидишь, ты сегодня остаешься в клубе. Ну и увидят, конечно же, наши телезрители, а главное телезрительницы. Ну, для них, я считаю, что для девчонок это очень круто. Допустим, если у них есть день рождения, какой-то девичник, еще что-то, то есть приходить в этот клуб, это лучшее место прийти и лучшее место отпраздновать. То есть здесь самые лучшие ребята. У нас огромная команда, у нас разноперсная команда. У нас, получается, канадцы, ребята из Ямайки, испанцы, русские, даже есть Hungarian guy. То есть, ну... В общем, мужчина на любой вкус. То есть здесь абсолютно невозможно сказать, окей, я не люблю вот этого парня, мне не нравится тот, этот следующий точно выстрелит. 100%, прям сюда, в сердце. К 8 марта. Витя, ну расскажи, как ты попал в это шоу? Попал я недавно, получается, где-то 6 месяцев назад. Я до этого год после операции реабилитировался, то есть я ушел из бизнеса где-то на год целый. Ну, нога, колено у меня операция была. И восстановился, пришел попробоваться, как бы очень понравился главному человеку в команде. Джереми, Джереми Смит, это наш лидер. Это человек, который создал Magic Mail Review, и ему огромное спасибо за это, потому что он поднял это просто на уровень небес. И я пришел, ему понравилось мое шоу, и я уже здесь как часть семьи. Ну, а вообще давно ты занимаешься стрип-дансом именно? Где ты научился? Страшно сказать, почти 8 лет. То есть, я начал еще в России, я сам из города Курска. Маленький город, там практически 400 тысяч людей всего, но у нас, несмотря на это, есть три большие клуба, там где-то 3000 клубов человек. Я начинал как Google Dancer, когда мне было 19, и где-то после полугода работы, года, я переквалифицировался. Ну, а как у тебя самого возникло желание вот пойти в стрип-данс, или обстоятельства толкнули? Обстоятельства были чисто деньги. То есть, каждому в России, как бы, немножко все проще, да, то есть, хочется больше денег, хочется работать, да. И когда я работал Google Dancer, ну, Google Dancer, не знаю, ты знаешь, как это работают ребята, просто танцуют, там, как колбаса, там, на сцене. А у нас, короче, наши стриптизеры в клубе, наши, которые вот именно клубные, они увольнялись, и они, как бы, уходили на пенсию. И к нам подошел арт-директор, ко мне еще один мальчик, говорит, ребят, вы как, вы так немножко выглядите, как стриптизеры. Вы хотите, занимайтесь, мы ему дадим шанс, ну, что, я буду там приглашать каких-то людей откуда-то, когда я могу своих воспитать. И в итоге мне человек дал шанс, и я начал заниматься на шесте, поначалу был как сосиска, такая, висел там, какой-как там, стрёмно, стеснялся. Потом, круто, выстрелил. Как ты считаешь, вот для мужчины или для женщины-стриптизерши, там, для мужчины-стриптизера, какой возраст, когда уже нужно уходить на пенсию? Нету никакого возраста, честно, потому что со мной здесь ребята, ты увидишь ребят, которым здесь, не говорю, они все ушли, 45 лет, здесь 42-45, и ты увидишь сейчас, как они выглядят, ты будешь в шоке. То есть здесь никогда ты не увидишь, пока это есть в тебе, пока это горит, пока ты можешь, и пока люди аплодируют и дают тебе деньги, оставайся. А ты говоришь, что ты немножко стеснялся первый раз, вот вообще, помнишь свой первый раз, расскажи, как это было, что вообще чувствовалось? Я, да, я навсегда это запомню, потому что первое шоу у меня был Джеймс Бонд номер, и это как раз был, наверное, год 2008, я не помню, 2008, наверное, 2009, когда как раз Джеймс Бонд стал Дэниел Крейг, блондин гай, то есть я такой, он блондин, он похож на меня немножко, я похож на него, вернее. И я помню, я готовил этот номер летом месяц, а мой хореограф, она думала, ну все, это просто полено, реально. Я помню этот момент, я выходил на сцену, и просто я задрожал, потому что девочки начали орать, они увидели мальчика в костюме, это же стриптист, это все, и там, ну, две тысячи людей, ты танцуешь до двух с половиной тысяч людей. И как начался этот гул, и все, я тогда понял, что мне это очень круто. А ты считаешь стриптиз своей профессией? Вряд ли это профессия на всю жизнь, но очень большая часть моей жизни. Я знаю, что у тебя есть образование, ты кто по образованию вообще? Смешно, да. У меня два образования, получается, одно русское, я пять лет закончил Курский государственный университет, ЮСГУ, как инженер, теплогазоснабжение, утиляция и кондиционирование. Не стал работать по этой специальности, сразу, получается, уехал в Канаду, здесь получил диплом from Centennial College, это бизнес-маркетинг я закончил. И надеюсь, будем как бизнесмены, скоро там. А каким бизнесом собираешься заниматься? Свой, может быть, стрип-клуб открыть? Подумаем насчет клуба. Клубы – это интересная тема, особенно в Канаде. На мой взгляд, канадский уровень клубов отстает, даже от курского уровня. Допустим, ты приезжаешь в Россию, в мой клуб ты зайдешь, ты в Канаде, даже в Торонто, наверное, таких клубов сильных не увидишь. То есть, даже просто по уровню шоу, по уровню интертеймента, просто не то, что… Стриптиз, наверное, отстает в России. Но именно в клубной инстрии очень много вещей, которые я бы принес из России сюда. И вполне возможно, сэк. Традиционно почему-то многие воспринимают стриптизеров как представителей секс-меньшинств. Вот насколько реален ли этот миф? Нереально. Ну, по крайней мере, вот в этом клубе, в нашем, здесь нереально. То есть, все ребята стрейты, всех там, все любят девчонок, с 8 марта всех. Конечно, в Канаде все по-другому немножко, да, там, как вот раньше было, ну, как кто-то сказал уже про другой клуб, да, есть другие клубы для гей-людей, для гей-пипу. То есть, ну, этот клуб не про это, и наше шоу не про это. Мы работаем только с девчонками. Мы вас любим, девчонки. Очень. А вот ты когда-нибудь влюблялся на работе? Нет. Это как бы, ну, нет. Как вообще влияет твоя работа на личную жизнь? Интересно, я до сих пор как бы не одинокий, но у меня нет девушки сейчас, на данный момент, да, то есть, и я считаю, что человек, который хочет встречаться с стриптизером, девочка, допустим, она должна быть очень сильно ментально. Потому что ты должна понимать, ну, ты сейчас увидишь наше шоу, ты должна понимать, что там девчонки буквально разрывают тебя каждую пятницу, субботу. Тебе нужно быть готовой, если ты хочешь встречаться с... Это не значит, что прямо он там кинется и будет изменять тебе там каждый, но тебе нужно быть к этому готовой, и, ну, не все такое любят. Бывает, что хочется вот изменить, или бывает, что вот нравится кто-то, или наоборот, очень-очень страшно и вообще не хочется танцевать, вот как в таких случаях? Да, да, я считаю, что и от стриптизера много в этом плане зависит, потому что, да, то есть, очень много, как называют этого, я уже забыл, как по-русски сказать, tensions, да, то есть, ты можешь прямо вот увидеть, ну, реально красивую девочку на интервью, то есть, она хочет быть с тобой, там, что-то сделать, автопарить сделать, еще что-то, и, как бы, это уже зависит от тебя, что ты будешь решать. Но, опять же, это... и ты должен быть ментально строй, то есть, силен в этом плане, чтобы сказать, нет, я не хочу, у меня есть девочка. В этом и суть, когда приходит женщина, допустим, ей за 50, она не выглядит как модель, да, там, то есть... То есть, наша задача, наоборот, чтобы она ушла отсюда с улыбками, то есть, мы все равно для нее станцуем, она все равно выйдет на сцену, мы прямо похлопаем ей там, где надо, то есть, ну, человек, где она еще, допустим, она сможет такое почувствовать, да, то есть, на улице вряд ли она встретит такого парня, там, шести кубиками пресса, и он там объяснит, что-то там сделать, да, ну, это прямо в сказке про Золушку, да, и что-то такое. Ну, в этом и суть, в этом и суть бизнеса, мы хотим всех сделать счастливым. То есть, ты считаешь, что с парнями с кубиками пресса должны встречаться девушки тоже с кубиками пресса? На мой взгляд, для меня все должно быть честно, то есть, если ты, вот, допустим, ты красивый, нормальный молодой человек, ты тратишь на себя время в зале, еще что-то, просто даже с физической стороны, с физического плана, я бы хотел, чтобы, ну, моя девушка, наверное, была, как бы, соответствующая. Мой любимый самый стейтмен, вообще за всю историю, претендуешь, соответствую. Ну, и возвращаясь к твоей профессии, скажем так, вот, я слышала, что многие девушки, стриптизерши выбирают себе прозвище, там, черри, там, кристалл, бренди, соответствующие напиткам или каким-то сладостям. Вот, у вас есть какие-то прозвища у тебя конкретно? Мой стейджнейм Данте. Я себе выбирал просто, я очень любил, любил компьютерную игру раньше, называется Devil May Cry, и я очень любил персонаж, он немножко соответствует моей душе, стилистике, такой немножко выпендрежный, вычурный, и очень много девочек, и он далеко не это, не ангел, то есть bad boy, я взял себе это имя. Ну, и последний вопрос. При двери 8 марта пожелай, пожалуйста, что-нибудь нашим телезрительницам. Дорогие девчонки, я хочу вам пожелать, чтобы на 8 марта, и не только на 8 марта, вы всегда себя чувствовали счастливыми, вы всегда себя чувствовали красивыми, улыбались, были счастливы, и если вы вдруг чувствуете, что что-то не так, приходите к нам в клуб Кейв, мы постараемся сделать так, чтобы все было так, окей? Вы будете улыбаться, вы будете счастливы, и вы уйдете с улыбкой на лице. Welcome. Субтитры сделал DimaTorzok